2022 год, когда онлайн-торговля в России вновь набирала обороты. На цифровые площадки валом пошли покупатели, а продавцов становилось как грибов. Новые платформы осваивают с начала пандемии, но февральские события этого года заставили еще пристальнее присмотреться к онлайн-рынку. Основной потребитель площадок, основной участник торговли, это малый и средний предприниматель. И в том числе и самозанятые, которые сейчас очень массово появляются на рынке, выходят со своими услугами. Мы видим по статистике, что примерно 60 на 40% это предприниматели действующие и самозанятые. По данным регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, с января по май представителей малого бизнеса на Алтае меньше не стало. А ведь они первыми ощутили на себе различные санкции. Самозанятых в крае уже больше 48 тысяч, и эта цифра за последние полгода сравнялась с количеством ИП. В непростых экономических условиях игроки смело идут в онлайн. И малый и средний бизнес, и тяжеловесы рынка. Барнаульский завод, выпускающий продукцию для туризма, охоты и рыбалки, тоже создал карточки на маркетплейсе. Стараемся что-то модернизировать, что-то улучшать для того, чтобы быть востребованным, чтобы люди нас сравнивали с каким-то продуктом, в том числе и китайским, и выбирали наш продукт. И еще, конечно, смотрим для того, чтобы быть все-таки конкурентоспособными в цене. Потому что на сегодняшний день это сложно в связи с тем, что и курс доллара постоянно скачет, и логистика там где-то, фракт поменялся в цене. По данным московской компании «Рэдди», которая занимается поиском товаров, услуг и профессионалов, кризис 2022 года отличается от прежних. Начался он на фоне пандемийной нестабильности экономики. Такого количества санкций в шедших компаниях еще не было. При снижении уровня доходов населения на 9%, инфляцию прогнозируют в 20%. Это неблагоприятный уровень, когда прибыль предпринимателей бьется о снижении покупательской способности населения. И вот что регистрируют маркетологи. Потребители стали более экономными. Они чаще отказывают себе в покупке небазовых продуктов. Все это ухудшается и общими опасениями потерять работу. Все чаще россияне выбирают отечественную продукцию. И не только из-за санкций или взлетевших цен. У части населения действительно испортилось отношение к импорту. Люди переходят на массовую закупку. В частности, продажа товаров первой необходимости выросла на 20%, заявляет Вреди. Изменились и каналы продаж. Привлекательность растет у маркетплейсов. Число рекламных каналов и способов продвижения бизнеса одномоментно очень сильно сократилось в весну этого года. Дешевый доступ к клиентам. Клиентам он все-таки в первую очередь через онлайн. Поэтому здесь действительно продавцы сейчас идут на площадки, где есть большая аудитория, которая готова покупать. В соцсети в первую очередь созданы для общения. И только потом аудитория воспринимает их как канал продаж. А когда не до шуток, востребованы онлайн-платформы для коммерции. В частности, на Авито перешла уже половина российских предпринимателей. С января рост участников составил 20%. По словам Виктора Соковнина, при наличии офлайн-точек до 70% доходов от продаж бизнесу приносят цифровые платформы. Этому есть причина. За годы пандемии люди привыкли гуглить товар. Поэтому в онлайне проще расширять географию. За прошедшие полгода здесь фиксируют значительный рост числа предпринимателей, которые предлагают товары и услуги, автодилеров и бизнесов, связанных с продажей или арендой жилья. Даже сотрудников ищут на Авито. Да, потребители сохраняют лояльность к товарам, бывшим в употреблении. Но при этом растет и доля новых товаров. Более 40% продукции на площадке совершенно новые. В компании это объясняет легкостью входа на платформу для предпринимателей. Возон также фиксирует рост активности. Чаще всего жители Алтайского края покупали мебель, одежду и товары для гигиены. В Алтайском крае в первом квартале этого года оборот от продаж площадки вырос втрое. На маркетплейсе стали совершать покупки в 2,5 раза больше покупателей из Алтайского края. Из-за непростых условий экономики, сначала пандемия, потом санкции, онлайн меняет сам подход купли-продажам. Цифровые площадки организуют целые системы защиты продавцов, покупателей, доставку. В Алтайском крае действует 500 постаматов различных сервисов. А предприниматели, начинающие и опытные изучают новую среду, например, на курсах. Они изучают то, как нужно упаковать правильно свой товар, чтобы он продавался, и как его продвигать на этих площадках. Дизайн, реклама, вот это имеется в виду? Ну, конечно, все-таки рынок специфичный, и нужно, чтобы тебя сразу заметили, чтобы при наличии большого выбора и большой конкуренции на площадке видели именно твой продукт. В прошлом году у того же Амазона продажи в Великобритании выросли на 50 с лишним процентов. Это происходит уже не первый год, доля онлайн-ритейла постоянно растет. То есть, если мы возьмем долю онлайн-ритейла в России, она за прошлый год, в 2021 году, увеличилась с 6% до 7,5%. А это означает огромные перспективы внутри российского рынка. Вместе с тем, Вавита замечает изменение самого подхода к жизни. Люди начинают рассуждать с позиций продаж и становятся предпринимателями. Пусть небольшими, но свою карточку заводят. Ежемесячно на сайт заходит 56 миллионов пользователей. Кстати, по данным Алтайского фонда развития МСП, женщины смелее идут в онлайн. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.